МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Смотрите сегодня. Евгений Додолев собрал редкие снимки для семейного альбома Светланы Немоляевой. А какие фотографии ты давал? Нет, я не давала. Не знаю, это были у меня тайно покрыты. У нас есть свои методы. Как актриса боролась за Александра Лазарева? Как вообще Немоляева могла переживать? Такая красивая женщина. Какая красивая была, толстенькая. Какое прозвище в театре заслужил ее сын? Министр пластики у меня. О, в переносном смысле. Какая из Светланы Немоляевой свекровь? Да даже видишь, свет даже загорелся. И как Александр Лазарев-младший относится к кавалерам дочери? Я уверен в этом абсолютно. Не, на годах еще три раза выйду замуж. Доброе утро. Сегодня мы листаем семейный альбом семейства Лазаревых Немоляевых. Здравствуйте. Здравствуйте. Ты зачем привела мне этого контрреволюционера? Надо. Давай-давай, накрывай на стол. Немоляева в меньшинстве. А вот фотография, с которой мы начнем, здесь только Немоляева. Здесь Света и Коля. И брат мой Коля. Во-первых, посмотрите, в каком я возрасте. Это вот Абрамцева. Это у Кольки моему, по-моему, года два, мне года три. Вот так. Вы погодки, да? Да. Перед войной. Совершенно недавно от одной нашей общей с вами знакомой узнала, что вы на самом деле Нина. Ну, то есть вы в Метрике родились, как Светлана Владимировна, а потом вы крестились, да? Да, у меня бабушка крестила. И вас назвали Ниной. Да, и почему-то тогда сказали, что такого имени Светлана в Святцах нет. Потом оказалось, что это неправда. Есть оно. И меня нарекли Нина. Ну, ну, просто оно далеко от твоего рождения было. И я ужасно рыдала, плакала и орала. Не хочу мне иной быть. Так она такая? В этом она вся? А вот это вы же, насколько я понимаю, это Алмата, судя по тому, что... Это Алмата, да. Несмотря на то, что... Это просто поразительно. Вы представляете, какая... Ну, и какая ящика. А куда такие фотографии ты давала? Нет, я не давала. Я не знаю, это были мя-тайно покрыты. У нас есть свои методы. Нет, на самом деле это от Николая Владимировича. От Николая Владимировича. Это Коля. Да, да. Он у тебя замечательный. Замечательный я. Что-то, конечно, у Коли. Во-первых, он кинооператор. Он с детства увлекался. И вот он же проявлял все. Вот в этих... Тазики такие. Такие тазики были. И я ему помогала. Мы в ванной закрывались. Он проявлял все эти... А это, знаете, ведь это Алма-Ата. Это же голод был. Это была война. Это эвакуация. Да. У меня мама с папой Мосфильм. Да. Фабрика, да, как они называли. Они называли фабрика. И фабрика была эвакуирована в Алма-Ату. Мы были в детском саду с братом. И тогда мы очень голодали все. Ну, как и все голодали, мы голодали. Ну, почему такие щеки худовую другому? У вас там, я помню, звезды советского кино каким-то сахаром цветным подкармливали. Она слышала про какое-то... Нет, я просто... Есть такая история, да? Я рассказывала об этом. Потому что война и голод, и такая страшная жизнь, да? А все равно красивые актрисы, красивые женщины шили платья, туалеты. Моя мама, она была вообще звукоформитель, потом она стала звукооператором, но она вот в эвакуации, она подрабатывала, она шила. И вот она, Марина Алексеевна Ладынина, она ее была подружка. Она ей шила платье. И когда Марина Алексеевна к нам приходила в нашу избу, то она всегда приносила буханку хлеба нам. И всегда приносила цветной, вот похоже на эти штучки, сахар. Бутылку шампанского и два пирожных. Ого! Задачи не надо. Не много ли? Гуляем. Запомнили с этими на всю жизнь, потому что тогда о сладости, ну, 42-й год. Конечно. Сегодня у нас со сладостями все в порядке. Я вот что подумал, вы же все очень рано стали сниматься. Кто из вас раньше не в хронологическом порядке, а по возрасту? Мне кажется, мама. Во сколько? Близнецы мне было в 6 или в 7, в 45-й год. Света! Ой, какие большие куклы! Сказала куклы! Это живые! А у дедушки доктора нет детей! Значит, они ничьи! Кто под их возьмем, а? Замечательный кинорежиссер Юдин Константин Константинович, который снимал прелестные совершенно комедии. Потом он снимал Лев Горьевич Синичкин. И мне было тогда 16 лет, и он меня хотел взять на Лизу. Меня не пустили сниматься. И он мне говорит, какая ты глупая, Света! Я такой счастливый режиссер, и таких актрис выпустил. Дал им дорогу, как Серова, как Теликовская, Верочка Орлова. А ты еще что-то применяла в свое училище. Я отказалась. Я осталась в институте. Я этого не сделаю. Почему? По идейным соображениям. Ваши первые детские... Мои, я тоже сейчас вспомнил, что достаточно рано. Вот я не помню, сколько мне было лет. У Саши Орлова ты снимался. Да, да, вот «Тайны Эдвина Дрода» был такой сериал. Асяна Сергеевича Орлова по Диккенсу. И вот там у меня есть небольшой эпизод, где я снимался с Дуровым, с Гафтом, с Маргаритой Тереховой. Кидался в Дурова камнями. Да, у него такие... На кладбище. Такие у него были звезды. Ну, тоже мне было что-то мало лет. Подробнее расскажите. Я не слышал вообще вот эту историю. Я думал, что будет очень страшно сниматься на кладбище. Но на Донском кладбище, на Донском мастыря мы снимали. Я почему запомнил? Оказалось, совсем не страшно. Везде стояли софиты, ходил, шумел народ какой-то. Полина Александровна, по-моему, вы первый раз эту историю слышите. Да, я сейчас снимаю. А я думал, что профессионально изображаете. Нет, нет, нет. Действительно. А вы свою первую роль помните? Сколько мне? Лет 14-15 было в парк советского периода. Ну, это если не считать всякие там... Вот в школе еще училась, да, да? Если мы говорим о ролях каких-то, то, конечно, это, наверное, парк советского периода все-таки. А если эпизодики появления... А парк советский период, вы же вообще там семейный подряд. Потому что там и Лазарев старший, и Лазарев младший. У меня там совсем немножко. Зато голая. С чувством, как Патви там договаривалась насчет автоответчика, я это запомнил. То есть это вот, наверное, что-то имелось в виду. Нет, я там болела ужасно. У меня болотит, у меня болели уши. Там надо было сниматься ночью. Привезли машину с этим, с поливальными, чтобы якобы дождь был. А у меня все болит, я ничего не слышу. Мне надо было бежать на улицу, там у меня будет ржавая вода холодная, в ухо заливается. Поэтому прям полный набор ощущений я испытала тогда. Даша, понимаешь, я должен к нему поехать. Понимаю. Есть снимок, который... Это проект рождественской, где вы здесь... А тут все, конечно, на подбор. В полном составе. Алина здесь очень смешная, да. Да мы тут все. Французская такая бувернантка. Бонна. Все тут смешные очень. Сергей Александрович здесь. Сергей Александрович, да. Юный музей. 16, да? Да, 16. Уже есть в семье еще один актер? Нет, он бы классным артистом, если бы захотел. У меня все предпосылки к этому есть, он не хочет, да. Он не хочет, но он хочет связать свое будущее с этим миром. Ну, немножко в другую сторону, да. Я пока говорить не буду, потому что пока он никуда не поступил, пока еще он сейчас только в процессе, его ходят на подготовительные курсы. Ну, это мы узнаем. Это мы узнаем через полгода. В общем-то, я думаю, что узнаем. Тут главное выдержать. Выдержать. Вот задача. А вот здесь вы вместе куда-то вот... Куда это вы летите? Это без нас, да? Я знаю, куда это мы летим. Это мы в Болгарию летим. Мы же много ездили на всех фестивалях. Вы никогда не расставались? Нет, никогда не было. Ну, вы же везде брали Польку с собой. Мы брали, да, Польку. Вот Шурка... В отличие от меня. Меня никуда не брали с собой. У него грамма из Мастердавра. Как это мы тебя не брали? Сколько у нас доказательств? В 72-м году в Одессу взяли один раз. Мы доказательства гастроли. Гастрольные поездки это у нас. А Полью брали всюду. Я везде и с Ленкомом погостролировала, и с Татром Маяковского. Она очень удобна. Польку все время с собой таскали, а она маленькая ничего не ела. Это была катастрофа. Сейчас она любит поесть очень, как дедушка, вылитый дедушка. Куда? Туда? А дедушка умирал, как любил поесть. На блокадник у него даже еще заложен. И вот мы были на... В Геленджик, по-моему. На фестивале мы были. И сидели рядом. Лева Дуров сидел за столом. Саша, Полина, я. Полина маленькая еще. Роскошный шведский стол. Там все-все, это всякие явства. Она идет с блюдечком. И у нее там блюдечки. Вот половина этой штучки, ломтик, даже не арбуза, арбузной какой-то корки. Вот такой она идет с этим кушать. По-сиротски. Да. Идет Саша. Вот такая гора у него всего лежит. Все, что там есть, все у него наложено. Напротив сидит Левка. Левка Дурова. Мы, значит, приходим, садимся. Я говорю, это нельзя. Это убери. Это тебе нельзя хлеб. Зачем тебе хлеб? Смотри, сколько у тебя еды. Сосиски спрячь. Это все. Поля, возьми себе хоть что-нибудь. Пойди. И вот, значит, идет такой разговор. Это отдай, не бери, не ешь. Поля, возьми себе. Он три дня это все слушал Лева и говорит, Санька, да пожи ты их к черту, иди ко мне. Я тебе все на всяком, я тебе все на. Я тебя кормлю, Санька. А кто кого одевал? Сашу не заставить было в магазине. Ему совершенно все равно было. И скандалы были страшные. Гражданин, что вы ищете? Галстук. А Шурка, он модник. Он очень любит всякие модные вещи. Он все это знает. А у вас какая-то история была про жуткую шубу? Шубы и меховые шапки. Вовушку очень любит. Обязательно с каким-нибудь приколом. С собственноручно бантиком или какой-нибудь брошкой. или помпоном. Каждый раз что-нибудь это неописуемое. Как тебе кажется, вот эта шляпка с бантиком и это платье, это не очень так вот инфатильно вызывающе. Линочка, ну ты всегда выглядишь так, как будто собираешься на королевский прием. Спасибо тебе, Наташенька. Вот именно такого образа я и добивалась. Они, наверное, смеются. Так подтруниваем. Любим, любим. Зато в этом есть твоя индивидуальность. Сейчас вместе отдыхаете? Ну пока еще дети любят с нами отдыхать, а мы любим с мамой. А вот так часто вы вместе собираетесь? Все время. Ко мне относятся очень трогательные. Полинка, она всегда говорит, бабушка, ну хочешь, я к тебе приду, или что тебе надо? И Шурка сейчас звонит, ну давай приезжай к нам, мы за тобой заедем. А я же помню, вы рассказывали, что у вас гримерка одна. Да, я нагло въехала в реморку народной артистки. Мне бы положено где-нибудь вообще на другом этаже сидеть, из большой компании, но у меня блат такой. Единственный поплавок. А каким образом, вы уже четвертое поколение кинематографистов в клане Лазарев-Немалевых, а каким образом ваши родители попали в кинематограф? Тогда и кинематографа-то еще не было. Дедушка, первый выпуск в ГИКа. То есть, в общем-то, не было. Вообще самый первый. Да, первый выпуск в ГИКа. Он был такой, знаете, есеницкого плана мальчишечка. Поподробнее опишите, как он выглядел. Он был пудрявенький, со светлыми глазами, такой коренастый, крепыш, не очень высокого роста, но огромного обаяния. И юмора, конечно, все вырос. Он в очередь в религиозной семье, старообрядцев, в мещанской семье. Сойти с ума какие там были эти, дядя Гориша, дядя Парфиша, все с усами, с бородами. Конечно, в такой семье, ни о театре, ни о кино, разговоров-то и не было. Всем дали образование, они все закончили коммерческое училище. И папа мой, когда он закончил училище коммерческое, его взяли по распределению в ГУМ. Бухгалтером. И вот, значит, приходит двое очень именитых людей в ГУМ. Была женщина необыкновенная, красоты, с ней высокий очень мужчина. Мужчина ему сказал, что вы такой милый, симпатичный, вы нам понравились, вот, пожалуйста, приходите в мой театр на 10 любых спектаклей, 10 контрамарок. Дал ему записочку и подписался в Севолд Мейрхольд. Это были Райха и Мейрхольд. И папа, который в жизни-то в театре не был, он пошел и все, и пропал. Заболел театром и Мейрхольдом. Случилось, и потом он поступил во ВГИК. То есть вы все профессии с подачи Мейрхольда? Ну, в общем-то. Я никогда в этом не думала. Клуба звучит. Совершенно очевидным образом. Вы с вами как-то беседовали про профессию, и вы как-то обмолвились тогда, что бывали пробы, которые не заканчивались приглашением. Очень часто. Практически все. У нас есть такие-таки пробы. Насколько я понимаю, судя по гусарскому костюму... Вот это я. Ведь с этим прям как мальчишка. Да, это... Это я не знаю. Посмотрите на Сержек. Ну, а что за фильм-то? Гусарская баллада. Гусарская баллада, да. Где Голубкина в результате сыграла. Но я, насколько понимаю, вас из-за чрезмерной женственности не взяли. Ну, я была, конечно, с формами девочка. Да, мальчик-подобный, да. А этот должен быть такой все-таки мальчуковый. То есть вашей форме нельзя было бы в этот мундир утянуть. Я, можно сказать, когда тасиживался в лагерях, родину грудью защищала. Чем ты защищала? Пошлячка. По этому поводу все время отстрелывали, Дарсаныч. Но потом еще и вокальных данных таких не было. Вот Полька у нас, она у нас поет. Поешь, и слух у тебя прекрасный. Голос великолепный. Ну, голос это от меня, конечно. Голос еще. И красота, и красота вообще от семьи. А вот случай с Мельхольдом, это действительно случай. Вообще случай очень часто в вашей биографии, потому что вот это, я тоже понимаю, вот этот случай, когда на родственники на спектакль пришел Рязанов. Но это его же пьеса. Да. Посмотреть, как играет его пьесу, и закончилось это приглашением. Слуховный роман, да. Я читала ваше сочинение. Что же это вы? Вы замужняя женщина. Больше того вы, мать, а пишете какие-то неприличные письма. Еще интересно, он не снял кино. Такая была классная пьеса, по своей же пьесе, да? Смешная пьеса. Кстати, к Шуликову он сидел в первом ряду, вы спросили, почему ты такой грустный, и печальный на спектакле. Тебе не понравилось, он говорит? Нет, не понравилось. Почему? Потому что у мамы ужасные прически, и над ней все так смеются. Он за маму переживал. Как с Рязановым работалось? Ну, замечательно. Немножко терпения, и все будет в ажуре. Я же всегда в тебя верила, Юра. Как раз, когда мы выпускали служебный роман, снимали я, по-моему, да, это совершенно точно, мы выпускали бег с Гончаровым. Я репетирую с Гончаровым, ну, мне даже неохота о нем говорить, потому что все с ним знают, что он был очень... Жесткий. ...фациональный, жесткий. Жесткий, да. Кричал очень, и со мной он очень расправлялся. Я у него была такая всегда мальчик для битья. И потом я приходила на съемки к Эльдару Санычу, это были именинные сердца. Ты же умница. Я никогда не забыла, как он со мной был. Света, он меня туда войдет в сторону, после крика, вот такой трясучки. Я придешь на съемку, он мне говорит, Света, помни, что это не зрительный зал, это не партер, не та далекая галерка. Не надо тебе глаза туда лупить, кричать, чтобы тебя все слышали, дыханье брать. Не надо. Вот так тихо, спокойно ему все скажи, что ты письма свои больше ему писать не будешь, и пусть он тебе их вернет. Вот так скажи, и все. Знаешь, верни эти письма мне, а то вдруг потеряешь Ильи. Жена найдет, сцену устроит. И вы знаете, вот эти слова, вот это чуть-чуть какая-то, даже не интонация, а направление, дало мне направление всей роли. Представляете? А что, первый съемочный день? Ну, как всегда, с последней сцены начинается первый съемочный день. Да, потому что это конца фильма. Практически очень часто это бывает. Персобасы. Ладно, приезжай. Это Дрэзгин, 63-й год. Да, 63-й год. То есть вы уже знакомы здесь? Три года мы уже женаты. А ты знаешь, что ты тогда похожа, ребят? Да. А что это значит? Брят, ты на гастроли в Германии. Класс. Видите, как Шурка, вылитый папа. Правда? Абсолютно да. Тут не так похожа. Мне кажется, ужасно похожа. Это было до истории, когда сломана нога была у Александра Сергеевича. Нет, после. Мы уже играли в Иркутске. После, 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 да? Уже премиера вышла, да. А сломана нога-то где у него была? У нас начинался роман и как раз во время репетиции Иркутской истории. Как это произошло? Ты сам знаешь, папа потрясающе танцевал. Да, конечно. А у Охлопкова всегда была дорога цветов. Он практически все свои спектакли делал с этой дорогой. То есть по головам зрителей лежал помост. Ну, не на головах, они рядом сидели, конечно. И вот когда Иркутская история Виктор прощается с Валей, вот это, героем спектакля, Охлопков не мог сделать так, чтобы он просто уходил. И поэтому он уходил в танцы. А не потанцевать нам немного, а? Еще такая у него была фигура и такое было, такое влияние на зрительный зал с молодым. Вот ему было 22 года. Все равно это было... Харизма. Ой, вот он раздвигал руки и, казалось, заполнял всю сцену и никого не было видно. И вот еще худой был, как вот его во Мхате, как Сев Кошеловский рассказали, когда он начался шнурок. Он такой был худющий. И вот он раскрывал так руки, звучало это переборы цыганские, но мощно, на весь театр, громко. Так горел, как будто бы воображаемый костер. И он шел от нее, прощаясь, и прыгал через этот костер и убегал с дикой скоростью. С дикой! Мам, спокойно, спокойно, спокойно. Можно представить себе только у человека вот с такими ногами, у которого, знаете, вот один проскок, и ползала нету. И вот он так проскочил, и там лестница, не попал на эту лестницу маленькую, детскую, и сломал страшную ногу. Кошмар какой. Вот это я, правда, первое слышал. Перед самой премьерой, представьте себе, и все, отложилось до восемь. Вот это да. То есть вы с охотком вместе ждали? Первый ролик, слышишь? Первый ролик. Первый ролик. Это поступило. Жил он в общежитии, и я приходила к нему. Тебе не кажется, что мама немного влюблена? Нас как раз написал роман. Ты же на несколько месяцев, получается, отложился пикапи. До осени. И к нему приходила Варечка Арбузова, а ее папа написал пьесу. Иркутскую историю. Трудное положение. Смотрите далее. Как Светлана Немоляева победила соперницу? Я, конечно, очень переживала. Почему у Александра Лазарева-младшего такое странное прозвище в театре? Министр пластики у меня. В переносном смысле. На кого, по мнению внучки, похожа Светлана Немоляева? Вот если бабушка побрит на лосе, нахлёте на лосы, она будет вылитой. Какая из актрисы свекровь? Ты даже, видишь, тебе даже загорелся. И как Александр Лазарев-младший относится к кавалерам дочери? Я уверен в этом абсолютно. Мне на годы еще три раза выйду замуж. И Варя приходила к Саше навещать его. Но я не могла с ней сравниться, потому что она приносила ему бананы, яблоки. Тогда этого банана, тогда... Где они, эти бананы? Их тогда не было. Я не понимаю, зачем я ему нужна. Я ни с какой стороны не являюсь удачной партией. Я, конечно, очень переживала, что тоски... Как вообще Немоляева могла переживать? Такая красивая женщина. Какая красивая была! Толстенькая. А ты скажи мне по-честному. Я еще как? Ничего? В то время по тем стандартам это был просто вот секс-символ. Кстати, вы упомянули шнурок. Я ведь, насколько понимаю, вообще традиции в театрах, прозвища, да, вот вас, допустим, как-то... Министр пластики у меня. В переносном смысле. А, а в этом смысле? Да, директор ловкости, министр пластики. Директор ловкости! Да. Где же ты так умудрился? На стройке, понятное дело. Доска с лесов упала. Еще чуть-чуть и... Потому что я умудряюсь наступить на все гвозди, задеть все косяки, везде провалиться, упасть, сломать что-нибудь. Это мое. Это было благоприятное. Это мое личное. Почему? Я вот переняла, например, считаю. Ну, это мое личное. Теперь ты, Поля, тоже министр пластики. Не скрывайте своих достоинств. Танцы, походка, музицирование. Именно этого ждут от юных фрейлин. Ну, с Богом. Это я тоже очень... Надеюсь, что не в такой степени, как я. Нет, не в такой, но тоже могу талантливо растянуться и войти в бомб, в софит. А у вас? Нет, водопроводом тебя называли еще. А, ну, водопроводом это так. За глаза. Потому что я много плакала. В тот момент, когда я в репертуаре «Баламаса Ролей», где я рыдала. Вот меня и называли водопроводом театра Маяковского. Вот вы, городские, до чего можете человека довести. Ты не обижалась? Я никогда не обижалась. Мне очень смешно. А вот, кстати, про... Мне очень смешно. Вам предложили, то ли вы, то ли ваша мама взять псевдоним, чтобы не быть лазеревой, псевдоним Полина Лютая. Ну, это моя шутила. Да, это шутка. Они все время издеваются над моим характером. Я считаю, у меня прекрасный характер. Конечно. Мягкая, нежная. Да. Так и есть. Так и есть. Я считаю, что это смесь моих прабабушек во мне просыпаются периодически. Вот как раз... Ты как Леонов в «Быгнаянном чуде» сейчас. Это не я, да? Да, это не я. Это все гены. А, кстати, я вам хочу показать фотографию, только вы не подсказывайте, то вы знаете, кто на этой фотографии... Бабушка Варя. Ваша мама. И это ваша бабушка. То есть ваша прабабушка. Кстати, я вот думаю, мне что-то кажется, что Полина на нее похожа. И... О, превосходно, превосходно! Медсестра дворянского отряда, она же была на войне 14-го года. У нее есть замечательная фотография, такая вот эта косунка, как они все с крестами. Вот. И она прошла всю войну 14-го года, и она курила беломору самозабвенно. Она меня любила, обожала, и всюду за собой меня таскала. И я очень ей за это благодарна, потому что я каких-то людей... Хорошо, что ты не закурила. Я потом, но потом в институте закурила. Мы в студенческие годы заговорили, и есть вот такое изображение. Это Колька нас снимал. Это Таня Лаврова, Таня Андриканис. Это моя подружка. Это Маркичева дала фотографию. Это Толя Маркичева. Да, Ольга. Это Рита Семенова, которая до сих... Это Рита? Это Рита, а это вот я. Это мы как раз в училище. Ну это да, это вот там по 17 лет. Я так понимаю, что когда вы уже поступали в училище, у вас уже был сценический опыт. Ну это история была школьная. Ну все же тогда драм-кружки. Не все. Драм-кружок, кружок, пофот, а мне еще и петь охота. Мы же все были в кружках охвачены. Я его сама создала. Мне этого не надо было. Я всех наоборот умоляла, вставала на колени, сыграй, пожалуйста. Сиграю, умоляю. Потому что никто играть не хотел, кроме меня. Ну это такая история. Выбрала себе лучшую роль, как мне казалось, в ревизоре Осипа. Мне казалось, что самая лучшая роль. Я так понимаю, что... Папина кольсоны. Папа, конечно, упал в сладости. В качестве... В качестве туалета того, как мы в 19 веке так ходили. Разбах и Осипы ходили в кольсоны. В 19 веке в сиреневых китайских кольсонах. Знаете, это был мир дружбный, Россия с Китаем. У нас очень было много китайского белья. Я так понимаю, что традиция ходить... В кольсоны. Традиция ходить в кольсонах, пошла от вашей мамы. Нет, я имею в виду традиции ходить друг к другу на спектакле. Она в семье присутствует. На мой взгляд, это не традиция. Это просто необходимость какая-то твоя... Какая необходимость? Производственная, чтобы потом ее обсуждать? Это внутренний порыв такой. Ну как твоя мама, твой ребенок. Просто необходимо присутствовать, быть рядом, видеть, какое событие произошло, как это сделано. Я знаю, что Александр Сергеевич вообще не пропускал ни одного вашего спектакля. Да, он же был, как вы сами знаете, большой в росте очень. Был очень высокий, я бы сказала. Ну, Санечка-то, в общем, не маленький. Не догнал. Не догнал. Не догнал? Не догнал. Один сантиметр тот или нет? Ну, один или два даст. Один, да. Ну, папа был всегда страшно худющий. А у меня была маленькая... В отличие от некоторых... Ладно тебе, Полька. И вот у меня была маленькая гримерка, и очень маленький такой пуфик стоял, вот такой, вот такого размера. Я играла первый мой спектакль, весенние скрипки. Саша за мной ухаживал, у нас был роман, и он, значит, считал своим долгом сидеть на всех моих спектаклях. Потом он, конечно, не выносил эти весенние скрипки, уже невозможно было смотреть, потому что целый год смотрел. И он проводил время, я говорю, ему больно, на этом пуфике. Вот представьте себе, двухметровый дядя лежал на такой вот пуфике с калачиком. Очень веселый товарищ. Что вы, что вы, я пессимист. Вот, я так понимаю, на этой стенке вас на гастроли... Там маякепка торчит, да? Да, да. И щека. Да, и щека. Это, наверное, Одесса, да? Порт Вильичевки. Одесса. Вот как ни странно, вот я даже в этом возрасте был, да, совсем в шкет еще, да? Но я помню этот день. Помнишь, да? А ведь тогда страшно было. Мы застряли на корабле, на море, да? Мы же на море были. Попалю, в винт намотал сеть какую-то на себя. Да, и мы вот в открытом море, далеко от берега, пересаживали с корабля на корабль. Иногда ведь оставляли, да, родители уезжали на гастроли, и вы оставались без присмотра родительского. Не всегда, что... Ну, практически нет, потому что пока я не женился, меня... Без присмотра не оставляли, да. По нашему старинному заморскому обычаю, если двое любят друг друга, они просто обязаны немедленно пожениться. Вы ведь единственный ребенок в семье. как восприняли родители появление Алины? По-моему, ну-то вот у мамы спрашиваете. Мне кажется, что... А вы вообще какая свекровь, как вы считаете? Я? Да. Я классная. Солдина. Я сладная. Я сладная. Это правда. Ты даже видишь, свет даже загорелся. Да, да. Это правда. Нет, ну, я шучу, конечно, но это им судить, а Алине судить. Нет, нет, отношения у них замечают. Я отношусь к ней как к дочке, к Алине, да. Вы-то будете таким вот фильтром жестким, когда у Полины... Да, когда это было, да? А в смысле женихов, что ли, в смысле? Ну, да, нет, потому что даже такая планка, Полина Александровна, у вас такой дедушка, у вас такой папа. Да, я знаю, знаю. То есть красивый, харизматичный. Я понимаю, что вот, ну, сложно на самом деле найти спутника жизни, который соответствует критериям. Не беспокойтесь, я распоряжусь. Я уверен в этом абсолютно. Нет, я нагадаю сейчас три раза выйду замуж, поэтому пока что-то дня не буду. А вот гадалку ходить не надо. Ну, пока что-то ни одного мужа нет на горизонте. Ну, все, не будем эту тему трогать. Не будем, могу, расскажу. Не будем, не будем вот эту тему. Давайте вот эту тему осудим. Ну, это выгодно. Ну, мама собрала эту шкалаш, да. Вот это вот папа играл Петра Первого, он трижды играл Петра Первого, а я один раз в театре. Саш, на фотографии у меня были выложены. Это, наверное, фотопробы, да, какие-то? Это фотопробы, совершенно верно ты говоришь. И вдруг приходит Шурка, сыграв этого Петра в спектакль Марка Захарова, вот, Шут Балакирев. Причем они в одном возрасте. Шурик и Саша, когда играл Петра, в одном возрасте. Дальше все будет, друг Демидович. Алешка мой в возраст войдет, верным помощником станет. Я просто, вы знаете, я просто поверю своими глазами, боже, до какой же степени. Причем тут никакого грима, ну, наклеенные усы и только внутренний мир. Все. И то же самое у Шурика, никакого грима, усы, и опять же, то, что внутри. Ну, потрясающе. А темперамент, вот, характер? Такой. Зашкаливает. Зашкаливает. Так вот, национально. Причем я вам хочу сказать, отцу никогда так плохо не бывает. Мне кажется, папа у него, дедушка спокойнее был. Был по-спокойнее. Он никогда после спектакля не приходил просто. Я тоже не прихожу. Я до спектакля в таком состоянии хожусь. А после спектакля у меня все отлично. Это сплетни, господа. Мы когда говорили про харизму, я вспомнил, что на самом деле ведь и брат ваш, с которым мы начали разговаривать, очень, на самом деле, да, вот такой просто аристократ. Вот он кинооператор, а никогда не снимался он в качестве актера? Не пробовал себя? Нет. А вас когда-нибудь снимал он? Ну, на мне он учился перед тем, как поступить главник. Я у него снимался. Я у него снимался два раза. С ним счастье работать. Он тихий, скромный, неслышный. Некоторые операторы орут, как бешеные, уходят с площадки. Нет, может, потому что здесь... Это все тихо, спокойно. Мяник, поэт. Нет, нет, не поэт. Ну, просто у него характер такой, воспитанный человек. Это с ним в Абрамово, кстати. Это в Абрамово. Да, когда Леолина смотрела на Колю, как-то тоже в Абрамово сидит, говорит, Николай Владимирович, как же вы... Это я сказала. Или ты, вот она тебе рассказывает, тем более, да. Ну, нет, просто они сидели рядом с бабушкой, я что-то залибовалась на них, и первый раз увидела, как они похожи внешне. Я говорю, дядь, Коля, надо же, вот если бабушке побрить на лосы, наклеить на лосы, она будет вылитой вы. Точнее, нет, это наоборот было, да. Наоборот было. Если вам один белый парик, если вам один белый парик, если вы будете усы, да. Вы будете вылитой бабушкой. Говорит, а если бабушке твоей отрастить усы и помрить ногу, она будет вылитой. Да. Это он так сказал. Да. Кстати, очень хорошая фотография, замечательная. Такие здесь... Здесь собранцев вообще у вас очень много. Чудо. Вы же венчались, да. История с венчанием, она как-то вдруг, почему так решили? Долго собирались просто. Да. Почему так долго собирались? Ну, кто его знает. Сначала, когда были молодые, наша свадьба какая была, у нас не было ни колец, но 60-й год. А у меня никогда не было свадебного платья. А у меня, девчата, и свадьбы не было. Ну, да. У вас спектакль, по-моему, был... И спектакль вечером иркутская история. Да, то есть мы расписались. Мы в ЗАГСе расписались, пообедали и вечером играли. Я так понимаю, что еще общие у вас во всех биографиях, что и у вас же в семье все время гостили звездные люди, ну, той поры. Были герои, которых сейчас даже наши зрители могут не помнить. Знаменитый карандаш, да, вот... Да, его собачки. Кляксы. Кляксы, да. Да, у него были две собачки, да. И они однажды у нас жили несколько дней. Вы помните каких-то звездных гостей своего дома? Да, у меня, да. У меня одна очень история интересная есть, я люблю ее рассказывать. Я болел. У меня тоже болели уши, что передалось сегодня моему ребенку. Но я был изуродован совершенно своими родителями, врачами. У меня был огромный компресс на ухе, платочек девчачий завязан такой. И вот это все ухо, платочек, я несчастный. А родители напротив в ресторане ВТО гуляли какой-то... гульбу. Вы очень хотите, чтобы я пригласил вас потанцевать? Нет. Нет? Да. А поскольку жили напротив, в ресторане всегда, ну, не очень часто, но несколько раз в месяц вся компания из ВТО приходила к нам домой. Потому что куда догуливать эти? А после закрытия дороги? Да, да, да. Потому что она напротив. Дорогу перешел, и все, и гуляй дальше. И вот я вижу, сжигает свет в прихожей, и начинает... Шум какой-то, и входит толпа. Одна с другим, идут, идут, идут. Думаю, ничего себе, а у меня вот это ухо. Думаю, это кто же пришел-то? Смотрите далее. Какую встречу Александр Лазарев-младший запомнил на всю жизнь? Вот этот мальчик, который с перевязанным ухом лежит, значит, он будет с твоей дочерью, вот твоего лучшего друга, его у тебя отриграть главную ролью в спектакле. Какие звездные гости мешали спать Полине Лазаревой? Дым коромыслом, грохот, песни. И кто подарил Александру Лазареву старшему и Светлане Немаляевой настоящую дорогу из цветов? И вдруг открывается широкая дверь, так ко мне в комнату, и входит отец, и говорит, ну что, хотел с Мироновым познакомиться? Я говорю, ага. Андрей! Входит в ночи, в темноте, ко мне в комнату, я с этим, опять ухом в ужасном, мне так неудобно было, Андрей Миронов. Андрей, он говорит, я говорю, Шурик. Он говорит, ну да, все, спи, спи, спокойно ночи, пока. Установку, да. Ушел, да. Я говорю, вот это да, Андрей Миронов. Спустя годы, 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 мы с Машей Мироновой играли спектакль в Малинкоме, плач палача. И как-то мне так подумалось, как было бы интересно, если бы вот тогда, войдя ко мне в комнату, Андрей Миронов, кто-то бы свежий сказал, что вот этот мальчик, который с перевязанным мухом лежит, значит, он будет с твоей дочерью, у твоего лучшего друга его у театра играть главную роль в спектакле. Парина Александровна, ну, в свою очередь... Это так неловко, что у меня по отчеству называется, но... К нам, насколько я помню, в Абанг заходил частенько, и они пели и играли, а у меня комната тоже была прям вот стенка в стенку. Вы с музыкантами дружили, да? Да, через гипсокартонную. Заткнуть их было невозможно, неважно, сколько времени. Ночь уже, под утро. Все, значит, дым коромыслом, грохот, песни, мат-перемат. Ну, ладно, что нет, что ли? Мата не было, никакого мата не было. Я тебя принимала за совершенно другого человека, так забавно. Ну, в общем, не для детских ушей. То есть вот откуда у вас пристрастие к занятию музыкой. Вы знаете, вы упомянули дорогу из цветов, здесь тоже не та дорога из цветов, которая, это просто совпадение, но вот я хочу... Это, наверное... Это кинодавр. Это кинодавр, кинодавр. Или созвездие. Нет, кинодавр, да? Надо же, как романтично. Спасибо вам. Такие вы прекрасные, красивые. Такие, обаятельные. С вами можно беседовать просто часами, но... Таких передач, на самом деле, очень мало на нашем телевидении, поэтому мы... Приходите к нам еще. С огромным удовольствием. И я преподношу вашему семейству ваш семейный альбом, в котором есть, естественно, пустые страницы, потому что еще много будет ролей и событий. Надеюсь, что это не последняя наша встреча. Хочу, чтобы вы... Здорово. Полистали, посмотрели. Я же делаю, что все будет очень хорошо. Опять все замечательно. Хорошие такие фотографии. Это мы с тобой репетируем, да? На репетиции, Полинка? Да, это вот. Вот в Питере. Это в Питере. Оля, смешной какой. Слушай, я такую фотографию не помню даже. А вот здесь я на отца похож очень, мне кажется. Вот это точно, да. Вот тут я прям похож. Сам вижу, да. А мы тут сколько одно лицо? Нет, разные немножко. Он с усами. СМЕХ А это, скажи мне, это что, это в театре или где вот это вот? А-а-а! Так это же училище. А, училище? Это я знаю. Это Оля Маркичева. Оля, Катя Вишневская, Люда Голуб и я. Люда Голуб – это мама Марины? Мама Марины. Это папа. А что ты думаешь, да? Нет, это не папа, это тоже щепка. Мамочка какая-то красивая. Красивая, да. А это кто такой? А это там какой-то смешной дядька. Во второй дяди. А это дед, да? Это папа, да. Катя Вишневская, Люда Голуб.